Мы знаем, что мир сегодня глобален, и что, в общем, пожелав чего-то очень сильно, получив английский язык, получив базовое образование, занимаясь самообразованием, можно достичь любых результатов, да, тем более это касается молодых детей, детей, которые должны мечтать, это то, что нужно делать в этом возрасте. И очень часто их мышление ограничено. И я более очень уверена, что это, в том числе, давление государственного образования. В час начального процесса необходимо давать детям простир для выгадывания ситуации. И, власне, тому в освоту мают быть интегрованы подходы критичных вымисленных, которые будут помогать с выгодованием властных знаний шляхом выбора верных джерел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В многом детстве на сцене в Жашкове брали участь молодые художники и художницы, которые также работали в порт-раз студии в Киеве. И, например, Катя Бучацька, которая начала эту программу, и делали вместе с людьми скульптуру, такие разно-кольные натюрморти. С одной стороны, показали, как ученикам, так и вчителям, что вытворение мистерства не обязательно может быть какой-то законченной композиции. А именно эта общая деятельность, и эти решения, и идеи, и этот опыт и тем, что можно вынести занятие с скульптурой. Деякие художники, такие как Леся Хоменко или Евген Саверборский, использовали свои собственные подходы для взаимодействия с детьми. Привет! Я художник, я Зимана Франківська, живу в Киеве. Я бы хотел с вами попрактикувати таке заняття, как пленер. Но это не совсем такой классический пленер, это пленер по современному мистерству, или авангардному пленеру, если можно так сказать. Хотел попробовать с вами найти в просторе, который нас окружает, какие-то вещи, какие-то предметы, что им не является, как на зразках. Такая практика может вам потом помогать, даже в жизни, если вы переносите эти визуальные занятия, переносите их на жизнь, где-то можно видеть, можно открывать в речах что-то новое. Ну, и заняття у нас будет, напевно, что трохи на улице, а потом повернемось сюда и сможем домалювать. Там был спокойно, где-то на дереве, не было много. Я там пошла, ты еще какая-то тоже, какая-то. А чем все? Вот рот, то есть, если вы можете, там попробовать, это не вереваться. Все художники и художницы, которые учились в программе, следовали мотивам развития в детях, возможности принятия самостійных решений, а также заохочували смелевые решения поставленных задач или инициативу. Мне хотелось продолжить это, потому что это требует ответственности. Тебе нужно подружиться с этим ребенком, чтобы он тебе доверял, чтобы ты ему доверял. Ну, получается так, было два знакомства с этим городом. Первый вариант, я ездил туда для целого класса школьников, читал, снова же сделал такую микробеседу, что такое ландарт. Я показал картинки, рассказал, как этим заниматься, то есть не больше 15 минут. А второй воркшоп, это был, мы работали с памятью. Мы работали с памятью и именно с контекстом самого города. Ты знаешь о том, где есть? Ну, там, ких� с иншим герчатам, хлопчикам, читывям. Нет. Нет, ты там всех знала, да? Нам пиши, там у си мои знаемые. Не будем, на чем начать? Чтоб не один сеситель. Да, да, да. Нет, это тоже. Можем я, я воняю его. Класс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возможно, учителя, глядя на эту программу, могут использовать этот опыт. Они могут самостоятельно приглашать каких-то художников или других людей творческих профессий, для того, чтобы те общались с детьми, рассказывали о том, чем они занимаются, почему это интересно и как эта творческая профессия могла изменить их жизнь в положительном ключе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА